МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новость Анапа-регион, в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Определение основных приоритетов и рисков развития муниципального образования. В стратегии развития Анапы эксперты определяют сильные и слабые стороны курорта. Существление государственного федерального санитарно-эпидемиологического надзора. Контроль качества, гарантия здоровья. Роспотребнадзор подводит итоги работы за год. Турнир ползается вам популярностью. Вы сами видите, сколько людей сюда приходит. Казачий рукопашный бой. Участие в международном турнире СПАС приняли лучшие бойцы России и ближнего зарубежья. Перебои с электроснабжением СОПСЭХа прекратятся. На личном приеме главы Анапы была озвучена информация о том, что сейчас Кубань Энерго активно принимает на свой баланс бесхозные подстанции. Именно в них и была основная проблема. Они постоянно выходили из строя. После того, как ТПшки перейдут в собственность энергетиков, последние смогут на вполне законных основаниях их ремонтировать. Это касается и подстанции заявителей с улицы Солнечной, которые обратились со своей проблемой к главе. А вот с газификацией нужно будет подождать. Для того, чтобы обеспечить голубым топливом их дома и жителей соседних улиц, необходим проект газопровода высокого давления и газораспределительной подстанции. Эти работы запланированы на следующий год. Только после этого появится возможность строительства разводящих сетей. Впрочем, основная проблема в том, что она находится в тупике газопровода, питающего эту часть Краснодарского края. Отсюда и дефицит углеводородов. Однако и здесь, по словам Юрия Полякова, есть варианты решения проблемы. У нас действительно есть проблемы с газом. Очень часто задают вопрос, а как же Южный поток? Во-первых, Южный поток не работает. А во-вторых, на Южном потоке есть специальная отпайка, которая даст газ Анапскому району. Ну-ка, это будет, когда дадут Южный поток газ. Труба-то лежит, но газ же не идет по ней. А сегодня повысить давление, это для нас, ну, это проблема. В станице Анапской по поручению Юрия Полякова отремонтируют улицу Партизанскую. У этого решения есть предыстория. Во время приема в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана к нему обратилась мама одного из погибших в той войне солдат. И рассказала о том, что каждый раз во время ливней улицу у ее дома подтапливает. Тогда глава дал поручение разобраться. А накануне лично приехал к Зинаиде Дмитриевне и на месте принял решение. Зинаиде Дмитриевне 81 год. Из них более 20 лет она живет на улице Партизанская в станице Анапской. Каждый год, рассказывает пенсионерка, ей приходится сталкиваться с одной и той же проблемой. Во время дождей вся вода с соседних улиц оказывается на дороге перед ее домом. Почва такая или что. Но стек, вы понимаете, здесь, посмотрите, какой склон. Поэтому все уносит. В начале прошлой недели на прием главы в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана была приглашена Зинаида Доловова. Ее сын погиб, исполняя интернациональный долг. Со своей проблемой она обратилась к Юрию Полякову. Глава решил лично посетить пенсионерку и разобраться с ситуацией на месте. Сразу после осмотра Краснодарской и Партизанской дает поручение. Ситуацию взять на особый контроль и провести на улицах ряд восстановительных работ. Давайте так и сделаем, как мы говорим. А мы здесь хорошо насыпем и оприкатаем. Да, и прикатать надо хорошо. Может и здесь надо будет чуть-чуть его опрочистить и потом прикатать. Поручение ЖКХ. Все работы на этих объектах планируются полностью завершить до конца апреля. Руслан Душевский, Анапа, регион. Какой путь развития выберет для себя Анапа в ближайшие 10 лет? В чем конкурентное преимущество курорта? Есть ли потенциал и как его грамотно использовать? Накануне прошла сессия по разработке стратегии развития Анапы. Документы, вернее алгоритм действий будет разработан экспертами. Однако в работу могут включиться все желающие. На первой встрече побывала наш корреспондент Анна Жукова. Как и в каком направлении будет развиваться Анапа в ближайшие десятилетия? Именно на эти вопросы должна ответить стратегия, к разработке которой уже приступили. К решению задачи привлечены общественники, представители администрации города, педагоги и работники культуры. Непосредственно сегодняшняя стратегическая сессия, основной ее задачей – определение основных приоритетов и рисков развития муниципального образования, что будет взято за основу при дальнейшей разработке стратегии. Увеличение конкуренции в курортной сфере – это, наверное, основной риск, который может повлиять на, ну скажем так, замедлить развитие муниципального образования. Разработчиком стратегии развития стал Южный инвестиционный консалтинговый центр из Краснодара. У специалистов этой организации уже есть серьезный опыт подобной работы. Они готовили программу «Развитие для Сочи и Армавира». Наша команда вообще работает в этой сфере с 2004 года. Очень плотно работаем с администрацией Анапы в части разработки бизнес-планов, инвест-проектов, которые проводим различного рода мероприятия. Ну и, собственно говоря, был проведен конкурс открытый, в котором было достаточно большое количество компаний участвующих, очень много уважаемых компаний, в том числе и международных. Ну, мы, собственно говоря, победили и очень рады этому факту. В ходе стратегической сессии все участники, а это 100 с лишним человек, были разбиты на 4 фокус-группы – представители власти, бизнес-сектора, заинтересованные граждане и общественники. «Хотелось бы вас стратифицировать по родам деятельности, по видам профессиональных компетенций, для того, чтобы получить срез с отдельных отраслей, с отдельных кластеров экономики, с отдельных секторов. Разумеется, с муниципалитетом хотелось бы поработать, ну и с общественными организациями и гражданами. Каждая группа будет, ну, если хотите, творить определенные результаты, будут достигаться в рамках группы». Общественников было больше, но так и должно быть, комментирует доктор экономических наук из Краснодара. Ведь именно местные жители – ключевой фактор в развитии городской среды. Всем группам были предложены 4 одинаковых задания. Охарактеризовать человеческий капитал на курорте, обсудить эффективность экономики, подчеркнуть конкурентоспособность города и проиллюстрировать инновации Анапы. То есть выделить сильные и слабые стороны курорта. Учитель Николай Лунев – представитель заинтересованных граждан, акцентировал внимание на плюсах курорта. «Очень была жесткая дискуссия, потому что мы небезразличные жители Анапы. У нас было действительно очень много идей. Что мы выделили из сильных сторон? Это то, что большая радость, что к нам прибывает большое количество граждан на ПМЖ. Это дает нам возможность посмотреть и на их возможность, и на реализацию в нашем городе Кроти-Анапы. Повышение у нас рождаемости, которые в последнее время наблюдаются, что дает нам возможность смотреть в будущее оптимистично. Самое замечательное – это наше месторасположение. У нас есть еще много видов пляжей. Это получается песочный, галечный и так далее. У нас есть прекрасные природные ископаемые в виде грязи, анапская, которая лечебная. У нас есть возможность еще, помимо этого, есть хорошие, сильные стороны. Это у нас развитая инфраструктура в виде санаторно-курортного лечения. То, что мы можем и должны использовать в будущем. Стратегия – это не столько документ, сколько инструмент. Развитие города подчеркивают краснодарцы. Итогом работы станет деловой план развития города, рассчитанный до 2030 года. Анализ болевых точек курорта – лишь первый шаг. За ним последуют еще два этапа. Определят перспективные направления развития курорта. К примеру, круглогодичное лечение грязями и туры выходного дня. И в конце третьего этапа будут отслеживать реализацию стратегии. И при необходимости вносить коррективы. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Более полутысячи проверок. Не один десяток закрытых предприятий после выявленных нарушений. Контроль экологической и санитарной обстановки на курорте. Роспотребнадзор подвел итоги работы за прошлый год. Подробности в нашем сюжете. Защита прав потребителей, эпидемиологический и санитарный контроль, научные исследования – все это зона ответственности Роспотребнадзора. В курортном городе работа санитарных врачей крайне важна. Регулярно специалисты берут пробы воздуха и воды в Черном море. Они же проверяют качество продукции, которую реализуют на территории курорта. Основные направления – это выявление нарушений законодательства санитарного, то есть осуществление государственного федерального санитарно-эпидемиологического надзора, когда мы организуем проверки всех объектов хозяйствующих, как образование, детские сады, школы, так и в летний оздоровительный сезон, объекта коммунального назначения. В 2018 году было проведено более 580 проверок. Из-за нарушений закрыли 17 предприятий, 6 из которых реализовали некачественную свинину. По словам специалистов Роспотребнадзора, больше всего анапчане жалуются на нарушения санитарных норм в гостиницах и кафе. Чаще стали проверять и многоквартирные дома, из-за технологического шума и некачественно сделанной вентиляции. А вот с детскими садами и школами ситуация улучшилась. Анапа – один из лидеров края по приготовлению горячего питания для детей. Есть над чем совместно работать, я думаю, что только конструктивно. И в этот год, я думаю, что в следующем году мы также с вами встретимся и послушаем, что у нас динамика в нашу сторону будет, конечно же, положительная. То есть меньше актов реагирования, меньше представлений, меньше всего. И больше мы всего выполнили, больше всего сделали для вести нормального функционирования наших социальных. Спасибо вам большое. Конечно, сегодня многие вопросы решаются и решаются с вашим большим участием, потому что вы сегодня неравнодушные люди, и мы бы хотели, чтобы вы вставали на защиту анапчан, потому что проблемы и работ очень много. В Роспотребнадзоре работают 13 специалистов. За их вклад в обеспечение порядка и безопасности на территории курорта сотрудники получили благодарности и грамоты от администрации Анапы и Совета муниципального образования. Елена Мухортова, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Турнир по казачьему рукопашному бою давно вышел за пределы нашей страны и уже 18 лет, как он носит статус международного. Спас собрал лучших бойцов этого стиля. За поединками наблюдал и болел за наших казаков Руслан Душевский. Боевое искусство «Спас» – это казачья традиция ведения боя, которая адаптирована под современные условия. Возрождение этого вида спорта началось в 90-х годах прошлого века. Официальным видом спорта он стал с 2010 года. Мы проводим международный турнир уже 18-й раз. Постоянно у нас приезжают 9, 10, 12, 15 команд. Сегодня, к сожалению, по техническим причинам не доехало две команды. Но мы не расстраиваемся, проводим наш турнир. Ползуется он популярностью. Вы сами видите, сколько людей сюда приходит. Сюда приходят просто жители города-курорт Анапы посмотреть на наши соревнования. Сегодня в схватках принимают участие не только спортсмены из Южного федерального округа. Также на состязания прибыли бойцы с Украины, Казахстана и Армении. Всего на эти соревнования прибыло порядка 200 спортсменов. Руслан Базманян занимается единоборствами почти 10 лет. Выступает за сборную Анапы. В своем поединке использовал смешанную тактику ближнего и дальнего боя. В результате поединка уже после двух минут борьбы эффектным броском завершает досрочно бой. Дистанцию не держал. Опускал руки. Кидался головой вперед. Вот это была его ошибка. Я его на этом ловил и встречал. В следующем году формат проведения турнира может существенно измениться. Если сейчас спортсмены выступают в единой смешанной категории, то в будущем могут появиться отдельные дисциплины казачьего боя. Смешанные единоборства, ударные, борьба и фехтование. Сейчас материалы собираются. Это будет приславлено Министерство спорта специалисту. Будут все эти правила шлифоваться. Ну и в итоге будет двигаться к официальному виду спорта. Может быть даже не только национальному, а сразу к всероссийскому. Возможно и такое продвижение. По итогам турнира определились победители. Первое место заняла команда Анапского районного казачьего общества. На втором – спортсмены президентского кадетского училища из Краснодара. Третье место и бронзовую награду завоевали бойцы славянского районного казачьего общества. Руслан Душевский, Анапа, регион. Готов к труду и обороне. В эти выходные в Анапе сдавали нормы ГТО. Как стать обладателем значка «Бызшие пробы» узнала наша съемочная группа. Сергею Коровченко почти 60 лет, но на сдачу норм ГТО пришел не раздумывая. По долгу службы в районном казачьем обществе возникают разные ситуации. Поэтому следить за своей физической подготовкой необходимо постоянно. Два километра казак пробежал, уложившись в норматив. Это очень приветствуется, что наши люди будут заниматься спортом. Поменьше будет дурных мыслей, наркотиков, алкоголя и прочей нечисти. Так, лучший спорт. А вот молодые казаки решили не просто принять участие, но и выполнить норматив на золотой значок. Вячеслав Пеганов готовился к сдаче тестов заранее. Отсюда и результат. Как минимум в беге он выполнил задание на высшую награду. Должно быть все на золотой значок. Я просто это... Просто на 30-метровке сразу как рванули, заднюю мышцу сорвал. А вот это боль дает. Неприятно было бежать. Несмотря на холодную погоду, сдать нормы и поддержать казаков прибыли студенты и школьники. Подтягивания на перекладине, отжимания, наклоны туловища, прыжки в длину, поднятие гирь. Сложностей у желающих приобщиться к спорту не возникло. Эти минимальные требования в принципе должны выполнять все. И молодежь, и взрослые. Надо поддерживать себя в форме. В жизни пригодится. Интерес к сдаче нормативов ГТО неуклонно растет. На данный момент более 2000 анапчан уже получили заветные бронзовые, серебряные и золотые значки. В комплексе ГТО принимать участие могут все возрастные ступени. Начиная от 6 лет и свыше 70. Сдача норм по ГТО проходит по мере формирования групп. Справки по всем вопросам об организации соревнований можно получить в школе Олимпийского резерва по адресу Село Супсех, улица Советская, 44 или по телефону 8 861 33 2 96 66. Руслан Душевский, Анапа, регион. Выбрать оригинальный и полезный подарок ко Дню Защитника Отечества бывает непросто. В преддверии праздника сеть магазинов «Канцлер» пополнила свой ассортимент стильными офисными решениями. Приятным сюрпризом станут качественные сувениры и аксессуары по доступной цене. Канцелярия знаменитой фирмы «Паркер» – отличный подарок к 23 февраля. Благодаря оформлению шариковые и перьевые ручки на подставке станут стильным дополнением офисного стола. А для любителей практичности – специальное предложение. Сумки и портфели из натуральной и искусственной кожи. Такие достаточно вместительные, все, что нужно мужчине с собой, документы, все помещается. Подарок можно сделать и своими руками. В магазине «Канцлер» большой выбор товаров для творчества. Сейчас купила альбомные листы для акварели, бумагу, например, для того, чтобы что-то написать родным, близким, письма. Мне нравится, что здесь есть выбор и здесь недалеко от моего дома. Были в каких-то констоварах, но вот здесь особенно ассортимент, поэтому как бы всегда задерживаешься, обязательно выберешь то, что нужно, обязательно купишь. У них заходишь и как бы вот как-то вот цветло, так вот они такие доброжелательные все, что прям вот обязательно что-то хочется купить. Доступность – одно из главных преимуществ сети. Магазины расположены вблизи школ и жилых домов. Популярностью «Канцлер» пользуется и у профессиональных художников. Чтобы нарисовать пейзаж, не нужно искать материалы в разных магазинах. Здесь можно приобрести мольберты, холсты и профессиональные краски. Питерская фирма «Санет» и «Ладога». Фирма «Невская палитра» всем известна, все художники знают ее, любят и вот приходят, именно спрашивают. В этом году «Канцлер» представил свою сеть на международной туристической выставке «Анапа. Самое яркое солнце России». В городе-курорте насчитывается четыре магазина, один из которых создан специально для художников. «Канцлер» работает в Анапе уже более 15 лет и зарекомендовал себя на рынке. С помощью каталогов можно сделать индивидуальный заказ и получить товар с доставкой, не выходя из офиса. Ознакомиться с ассортиментом магазинов можно по адресам. Улица Ленина, 171, Крымская, 128 и Гребенская, 116А. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Михаил Григорьев. «Анапа. Регион». Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте www.anaparegion.ru А на этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова